и мы быстренько. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня встречаемся вот так кратко с нашим гидом в Париже Еленой, которая находится в Люксембургском саду. Лена, привет! Привет! Всем здравствуйте! Какая там погода у вас сегодня хорошая, да, 2 апреля? У нас замечательная погода стоит уже три дня, правда, сегодня у нас похолодало, у нас вчера было вообще супер-супер-супер, у нас было аж 22-26 в некоторых местах Париже. Вот, я сейчас перейду в тенечек, чтобы не было солнышка за мной, а сегодня у нас всего-навсего градусов 15, но я думаю, что это, тем не менее, замечательно, потому что светит солнце. Шикарно! Вот мы очень рады такой возможности бегло-бегло посмотреть один из самых красивых садов Парижа, да, ведь садов не так много в Париже, много парков. А это именно сад. Да, у нас на самом деле, у нас всего два сада. У нас есть сад, который называется Тюллер и сад Люксембургский. И эти два сада, почему их только два, потому что они королевские, они находятся около королевских дворцов. Вот как раз сейчас вы смотрите на королевский дворец, бывший королевский дворец. Сейчас это здание высшей палаты парламента, они засчитают сенат, который после революции сюда будет перенесено. Вот такое вот печальное здание, вот такая вот лужайка. Вы видите, сколько здесь людей. Да, можно, да, уже отдыхать, можно свободно выходить из дома пока что. Маска обязательная. Какие сейчас в Париже действуют? Маска обязательная. Вот у меня буквально пять минут назад, когда я одевала наушники с микрофоном, меня вербализовали. Мне сказали, мадам, пожалуйста, оденьте правильно масочку. Вот масочку я одела, правда, сейчас с вами сняла, потому что с ней очень тяжело говорить, но я стараюсь быть послушной, хотя и не совсем. Наверное, это немножечко в нашей крови. Вот. У нас очень странный карантин, без слова карантин. Вы видите, люди отдыхают, кто-то смажет, кто-то смазочет, так что сами можете понять, как у нас люди. В общем, как обычные люди, как наши. Да, вот эта чудесная традиция парижская, вообще французская, стульчики совершенно замечательные в многих садах, в парках в свободном доме. Да, и причем сейчас они все бесплатные, а был когда-то период, когда за них нужно было платить. И когда молодой человек девушке брал такой стульчик, то он показывал все свои самые лучшие качества и показывал, что он не жадный, что ему совсем несложно заплатить. Надо было пранки для того, чтобы девушка не сидела на какой-то там лавочке, не сидела на газончике, а вот сидела на таком стульчике. Ой, а вот ты уходишь по ступенькам, а мелькнули статуи, там же совершенно интересная история, да, со статуями вокруг. Да, в 19 веке, начиная с 1830 года, когда во Франции во время реставрации правит Луи Филипп, король французов, такой у него был официальный титул, он решает все внимание уделить на историю Франции. И здесь, в Люксембургском саду, было решено поставить статуи королевам и самым значимым дамам французской истории. Так что там есть и Евгения Пенча, и Мария Медича, и Евгения Пьева. Так, я надеюсь, что меня слышно, потому что ветер у нас бушует. Слышно, да, с перебоями, но нам как раз нужно проверить, да, что система работает. И тем временем к такому замечательному мы подошли, как это правильно назвать, бассейн, фонтан, да? Да, это небольшой бассейн с фонтанчиком посередине. Я вот даже не знаю, могу ли я сделать зум, честно говоря. Сейчас попытаюсь. Если что, можно описуть. Здесь обычно плавают кораблики. А, можно кораблик тоже, да, запустить самому? Да, 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 да. Вот в таких вот домиках обычно плавают кораблики. Они сейчас стоят 5 тела. Вот вы видите, там, наверное, два кораблика в этом прудике искусственном бассейне. Это место для отдыха, да, вот она полненная историей. Статуи мы, кстати, видим, да, кажется, по краям их. О, и рыбки. С ума сойти. Да. А во дворце проходят ли какие-то выставки? Потому что ты сказала, да, что там сейчас сенат. Он вообще недоступен для посещения? Он доступен для экскурсий, и в дни культурного наследия, это первая суббота, воскресенье, сентября, он обычно открыт. Я думаю, что в России, в Москве, ну, по крайней мере, я точно знаю, что такие дни тоже проводятся. И какие-то здания, обычно это посольство или еще какие-то, которые обычно закрыты для посещения, открываются эксклюзивно. То есть вот сенат тоже является таким же зданием. Что касается выставок, то Люксембургский дворец, он состоит не из одного здания, не только из того здания, которое мы видим. Есть еще так называемый Малый Люксембург, вот там как раз находится музей, и там проводятся временные выставки. Так что периодически туда можно сходить и посмотреть что-нибудь интересненькое. Чудесно, Лена, спасибо огромное. Так приятно было пробежаться с тобой по саду. Может быть, попросим тебя еще, вот панораму просто, повернуться вокруг своей оси. Хорошо, я сейчас начну тогда дворцом и закончу дворцом. Посмотрите, какая красота вокруг. И уж извините, если вас будет немножечко слепить солнышко. Велькнула панорама всего сада. Ай, Монфорнас и Фонтеон, а-а-а, шикарно. Спасибо тебе огромное за вот это краткое-краткое, как в щелочку замочную скважину мы заглянули. Сюжесный солнечный день 2 апреля. И посмотрели Эликсембургский сад с нашим гидом Леной, которая ведет у нас в апреле экскурсию по Эйфелевой башне и по Лувру. И это будет очень интересно. Присоединяйтесь, приходите, не пропустите. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.